С незапамятных времен все человечество задается одними и теми же вопросами. Кто сильнее? Индийский слон или африканский крокодил? Уссурийский тигр или анаконда? Чхарек или венчун? Сегодня мы попробуем хотя бы приблизиться к ответу на эти извечные вопросы, став свидетелями великой встречи двух легендарных мастеров. Техника удара, онлайн-курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падах, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. Привет, огненные фениксы! С вами проект мой Тай Си Кей и я, Варченко Виталий. Я хочу вас поздравить с тем, что вы одни из немногих, кому было разрешено высшими силами вселенского равенства стать свидетелем этой эпохальной встречи, первой за две тысячи лет. Это видео прислал мне один из моих подписчиков. Что с ним случилось потом, я не знаю, но ему пришлось изменить внешность, чтобы его не настигла кара горбатого орла и пьяной змеи. Прежде чем увидеть эту эпохальную встречу, я должен вам поведать про мастеров, которые сошлись в этой дуэли. Первый мастер, он же восходящая змея и орел, он же уничтожитель деревянных будок, он же сенсей нунчак из йогуртов чудо, он же повелитель друга Толяна, он же непобедимый Матвеев, он же смертельный чхарек. Матвеев И его противник, знаменитый мастер Вин Чун, который преобразовал этот стиль в экстремальный бой. Знаменитый киноактер, телезвезда и просто двойник Стаса Михайлова, а это уже говорит о многом, Юрий Кормушин. Продолжение следует... Продолжение следует... Суть этого вселенского видео, в котором сошлись два солнца в одной галактике, такова. Кормушин проводил семинар по своему экстремальному бою, на который пришел Матвеев и вызвался быть его ассистентом. Само видео сняли ученики чхарька, после чего он его озвучил, поэтому сначала мы просто посмотрим, что там происходило, а потом это обсудим. Продолжение следует... Кулющий-режущий удар в шею. Режущий удар в руку. Блок кисти, острие ножей, повернутый к противнику. Режущий удар в артерию. Двойная блокировка. Ножи развернуты в лицо противника. Контур-атапа с последующей блокировкой обеих рук. Угар пяткой в области сердца. Угар ногой с одновременным контролем рукой верхнего уровня. Контроль руки противника локом и корпуса ладонью. Угар пяткой на опережение в опорное бедро. Подцеп ноги. Сбив подцепные ноги, выводящий из равновесия. Одновременный контроль плеча и бедра. Сбив подцепные ноги, выводящий из равновесия. Вы делаете движения, а спромадываетесь. Если я говорю делайте движения, а спромадываетесь. Потому что у меня, знаете, в каждом городе попадается человек. Который потом говорит, а я, говорит, был на автомате. Изнутри раз, и выделок. Да, сюда. Может, из этого нет проблем? Ну, сами, да. Да, да, можно не из этого, а? Но он, вначале, как он... Детский комментарий. Виктор, как вам удобно, когда я вот так и два приду? Продолжайте сказать, что я не могу. Раз, что пошел? Да, да, да. Вы как-то не делаете. Ну, так же удобно. Ну, как бы мы приобрели? То есть, вы набираете скорость, и вы. Ну, пошел, 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 пошел. Чем вот так? Захват кисти с руком на себя для последующего удара ногой. Удар ногой в живот с одновременным контролем рукой верхнего уровня. Продолжение контроля на развороте. Удар пяткой в печень. Контролем среднего уровня предплечьем. На видео Бешеный Орел просто разорвал бойца Винчун. Делая ему захваты за кисть и нанося неотразимые удары пяткой с разворота. По крайней мере, так решил сам Матвеев. А теперь я скажу, что думаю по этому поводу. Когда Кормушин проводил семинар, он просто хотел показать какие-то приемы. И ему нужно было, чтобы Чхарек просто обозначал определенные удары. Ну, как делает тренер, когда объясняет что-то ученикам. Но Матвеев решил, что это его звездный час и возможность уничтожить лучшего бойца Винчун в галактике. И показать свое мастерство. Нанося удары сломанным крылом. И продолжая эти удары после показанной защиты. Почему Кормушин ему не делал замечания и никак не пресекал этот порыв бешеного удава съесть бегемота, я не знаю. Но по итогу видео, его Винчун оказался еще большим отстоем, чем Чхарек. А чтобы до такого дойти, еще нужно постараться. Я думаю, вам тоже хотелось, чтобы эти два тигра сошлись в смертельном бою, и мы увидели полеты, стоударные комбинации, выстрелы огненными драконами и сотрясение галактики при соприкосновении ударов. На самом деле, эти два мастера настолько велики, что они провели этот бой в астральном мире, и в физическом уже не было смысла что-то делать. А как вы думаете, кто же там победил? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, чтобы не пропустить крутые видео. А если вы хотите научиться побеждать самого Чхарька, то вам отлично в этом помогут видеокурсы в описании под видео. Настойчивости в тренировках! Субтитры сделал DimaTorzok